Здравствуйте, дорогие первоклашки! Рада вновь вас приветствовать на уроке русского языка. Определим сегодняшнюю тему нашего урока. Взгляните на экран и подумайте, что вы сейчас увидите. Я с тобой на одной волне. Вновь пою о тебе. Живи, родной Азербайджан, ты мне даришь уют, покой. Если я в стороне другой, ты всегда со мной. Итак, дорогие первоклашки, как вы уже догадались, на всех изображениях мы видели наш прекрасный Азербайджан. Как вы думаете, как Азербайджан связан с темой нашего сегодняшнего урока? Я вам подскажу. Определите первый звук в слове «Азербайджан». Первый звук А. Вот как раз об этом звуке и о буквах, которыми он обозначается на письме, мы сейчас с вами и поговорим. Откройте, пожалуйста, свои учебники на страничке 24. Обратите внимание, на этой страничке у нас дана карта Азербайджана. Рядом с картой Азербайджана даны буквы А, это печатные буквы, заглавные и строчные. На этом рисунке мы можем увидеть изображение двух азербайджанцев – женщина и мужчина, исполняющие национальный танец. Если мы внимательно рассмотрим карту Азербайджана, мы сможем увидеть наши замечательные города и районы. Точно так же вы можете обратить внимание, что у нас есть очень много районов и городов, начинающихся с буквы А. Такие как Ахдаря, Ахдам, Ахдаш, Аскиран. Эти города, ребята, вы должны знать. И во всех этих названиях мы слышим звук А. На этих рисунках мы видим азербайджанцев в национальных костюмах. Они тоже исполняют азербайджанский национальный танец. А в нижней части странички у нас даны изображения предметов. Как вы догадались, в названиях всех этих предметов есть звук А. Давайте определим, какому предмету соответствует какая из схем. Первый предмет – шар. В слове шар мы слышим звук А, но в середине. В этом слове у нас три звука, а значит, этому рисунку соответствует вторая схема. Соединим линии. На втором рисунке у нас аист. Слово аист начинается со звука А. В этом слове у нас четыре звука. А-И-С-Т. Обратите внимание, что первая схема подходит к названию слова аист. Дальше у нас акула. В слове акула мы слышим два гласных звука А. В начале и в конце. А-КУ-ЛА. Найдем схему, в котором есть звук А в начале и в конце. Схема должна состоять из пяти звуков. Вот эта схема соответствует названию слова акула. А теперь перейдем к правой части. Здесь у нас изображена ВАЗА и АРФА. В слове ВАЗА первый звук согласный, а в слове АРФА мы слышим звук А. Но в слове АРФА звук А мы слышим и в начале, и в конце. Найдем схему, в которой есть звук А в начале и в конце. В этом слове у нас четыре звука. А-Р-Ф, А-АРФА. Вот эта схема, ребята, соответствует слову АРФА. И осталось слово ВАЗА. Как вы слышите, в этом слове тоже два гласных звука А. Последняя схема подходит к рисунку ВАЗА. Во всех словах мы услышали звук А и определили соответствие схем. Пойдем дальше. Внизу, ребята, у нас изображены плоды фруктовых деревьев. Назовем их. Ананас, айва, апельсин, абрикос, арбуз. Как вы видите, все слова начинаются со звука А. А в каком слове вы услышали наибольшее количество звуков А? Ананас, айва, апельсин, абрикос или арбуз? Конечно же, в слове А-НА-НАС. В этом слове мы услышали три звука А. Составим схему к этому слову. Первый слог состоит из одного звука А. Отделим первый слог. Второй слог НА состоит из звуков Н, А. Вместе получается НА. Два звука. Звук Н у нас твердый, поэтому мы обозначили его синим цветом. Третий слог состоит из трех звуков. Н, А, С. Нас. В этом слоге тоже звуки у нас твердые, поэтому мы их обозначили синим цветом. Также обозначим ударение в этом слове. А-НА-НА-С. Ударение падает на третий слог. Ребята, мы с вами услышали сегодня много названий, и в каждом из них мы услышали звук А. А теперь перейдем к выполнению заданий. Здесь нам нужно отметить названия предметов, в которых мы услышим звук А. Первое – собака. Второе слово – тигр. Третье слово – обезьяна. Четвертое слово – кошка. И последнее слово – медведь. Послушаем и попытаемся определить на слух. Первое слово – собака. Верно, в этом слове есть звук А. Отметим галочкой первое слово. Второе слово – тигр. В этом слове звука А мы не слышим. Третье слово – обезьяна. 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 Здесь мы слышим звук А. Отмечаем. Кошка. Кошка. Слышим звук А. Отмечаем. И последнее животное – это медведь. В этом слове мы звука А не слышим. Значит, ничего не отмечаем. У нас получилось три слова, в названиях которых мы слышим звук А. А теперь постараемся научиться писать заглавную и строчную буквы А. Если вы попытаетесь, постараетесь, приложите как можно больше усилий, у вас получатся очень красивые буковки. Обратите внимание вот на этот зеленый карандашик. Он вам покажет правильное написание буквы А. Проследите за ним. Сначала первый элемент буквы А, затем второй элемент буквы А и третий элемент. Вот так пишется заглавная буква А. А теперь понаблюдайте за строчной буквой А. Она состоит из двух элементов – из овала и линии, которые закругляются внизу. А сейчас, дорогие ребята, мы постараемся сами написать букву А в наших тетрадочках. Готовы? Начали! Итак, как я уже отметила, строчная буква А состоит из двух элементов – овал и линия с закруглением внизу. Овал и линия с закруглением внизу. Овал, линия с закруглением внизу. Овал, прямая линия с закруглением внизу. Овал, прямая линия с закруглением внизу. Продолжите письмо до конца строки. На второй строке сначала мы напишем одну буковку А, потом две буковки А, а после три буковки А. Готовы? Начали! Сначала пишем одну букву А, дальше рядышком две буквы А, и потом рядом три буквы А. На следующей строке попытаемся написать заглавную букву А. Как вы помните, начинаем элемент сверху, первый элемент, после него второй элемент, и в конце черточка, это наш третий элемент. Первый элемент, второй и третий. Первый, второй, третий. Первый элемент, второй и третий. Итак, продолжаем до конца строки. На четвертой строке мы соединим заглавную букву А с строчной. Напишем их рядышком. Первый элемент, второй, черточка. Строчная буква состоит из двух элементов. И еще один раз. Итак, продолжаем до конца строки. Здесь у нас, ребята, небольшие элементы, напоминающие букву А. Постарайтесь их выполнить тоже до конца строки. Кружки и плавные линии с закруглениями. Кружок, плавная линия с закруглением, плавная линия с закруглением в другую сторону, и кружок. Плавная линия, кружок, плавная линия, и опять кружок. Итак, до конца узора. Сегодня, ребята, мы познакомились с первой буквой алфавита, буквой А. Мы знаем, что звук А на письме обозначается буквой А. Этот звук гласный, поэтому его мы можем пропеть, и очень часто на него падает ударение в словах. А наш урок подошел к концу. До скорых встреч! Здравствуйте, ребята! На сегодняшнем уроке мы с вами продолжаем изучение темы сравнения чисел. Давайте пообсуждаем. Игра. У кого больше? Число игроков 2. Принадлежности. Карточки, на которых нарисованы от 1 до 10 кружочков. Еще 3 карточки, на которых нарисованы по 5 кружочков. Картинка, на которой нарисована раскрытая пасть крокодила. Правила игры. Карточки переворачивают лицевой стороной вниз и перемешивают. Игроки одновременно раскрывают по одной карточке. Крокодил раскрывает пасть в сторону большего числа. Между карточками располагают соответствующую пасть крокодила. Выигрывает игрок, у которого на карточке оказывается больше кружочков. Игру можно повторить 3-5 раз. Дорогие друзья, вы можете поиграть эту игру дома с родителями, с старшими братьями и сестрами. Ну а мы посмотрим дальше. Перед нами кружочки цветные. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 зеленых кружочков. Голубых. 1, 2, 3, 4, 5. 8 больше 5. Посчитаем вторую группу. 1, 2, 3, 4. 4 кружочка зеленых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 кружочков голубых. 4 меньше 6. Посчитаем третью группу. 1, 2, 3. 3 зеленых кружочка. 1, 2, 3. 3 голубых кружочка. 3 равно 3. С помощью чисел и знаков эти утверждения можно записать так. 8 больше, чем 5. А сказать можно словами. 8 больше 5. Второе утверждение можно записать с помощью знаков таким образом. 4 меньше 6. А словами сказать 4 меньше 6. Третье утверждение можно записать с помощью знака равно. 3 равно 3. И словами сказать 3 равно 3. Сравните по образцу количество точек. Определите, какие числа и знаки должны быть в пустых рамках. Какое слово должно быть вместо вопросительного знака. Рассмотрим наш образец. Посчитаем, сколько у нас точек в левой стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 точек. А в правой стороне? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 точек в правой стороне. 8 больше, чем 6. Знак больше. Давайте посчитаем количество точек в левой стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Запишем 6. Теперь посчитаем, сколько у нас точек в правой стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже 6. Запишем 6. 6 равно 6. Запишем это с помощью знака равно. Какое слово здесь не хватает? Правильно, слово равно. Запишем равно. Равно. Посчитаем теперь, сколько у нас фиолетовых точек в левой части. 1, 2, 3, 4, 5. Запишем число 5. Сколько у нас точек в правой части? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Запишем число 6. Что мы можем сказать, глядя на эти числа? Правильно, 5 меньше, чем 6. Запишем знак меньше. Запомните, ребятки, острый уголочек всегда смотрит на меньшее число. Запишем словами меньше. Сравните количество соединенных кубиков. Используйте слова больше, меньше и равно. Посчитаем, сколько у нас синих кубов. 1, 2, 3. Запишем 3. Сколько у нас красных кубов? 1, 2, 3, 4. 4 красных куба. Давайте теперь сравним с помощью знаков. 3 меньше, чем 4. Запишем знак меньше. Сколько у нас синих кубов? 1, 2. Запишем число 2. Сколько у нас красных кубов? Тоже 2. Запишем число 2. Теперь сравним с помощью знака. 2 равно 2. Запишем знак равно. Сколько у нас синих кубов? 1, 2, 3. Запишем 3. Сколько красных? 1 куб. Запишем. Теперь сравним. 3 больше, чем 1. Запишем знак 2. Больше. Хорошо. Посмотрим на следующее задание. Какой знак должен быть вместо звездочки? Определим. 3 и 6. Какой знак должен стоять между ними? Правильно. 3 меньше, чем 6. 7 и 2. Верно. 7 больше, чем 2. 6 и 1. Подумали, догадались? Верно. 6 больше, чем 1. 4 и 8. Верно. 4 меньше, чем 8. 5 и 9. Сравним. Конечно, 5 меньше, чем 9. Ну и, наконец, 10 и 1. 10 больше, чем 1. Хорошо. Посмотрим дальше. Найдите ошибки. Давайте внимательно прочитаем. 10 меньше, чем 9. Как вы думаете, это верно? Конечно, это ошибка. Зачеркнем. 1 меньше, чем 4. Правильно. 7 равно 8. Неправильно. Зачеркнем. Потому что 7 меньше, чем 8. 3 меньше, чем 3. Тоже неверно. Потому что... Ну-ка, скажите правильный ответ. Верно. 3 равно 3. 6 меньше, чем 8. Правильно. 5 больше, чем 2. Тоже верно. Следующая задача такая. Крокодил раскрывает пасть в ту сторону, где больше еды. Сколько кусков мяса может быть показано вместо вопросительного знака? Давайте посчитаем, сколько кусков мяса в левой части. Раз, два, три, четыре. По условию сказано, что он открывает свою пасть в ту сторону, где больше кусков. А значит, в правой части сколько кусков мяса должно лежать? Догадались? Правильно. Больше, чем 4. А больше, чем 4, это 5, 6, 7 и так далее. Но мы напишем число 5. Теперь посчитаем, сколько у нас кусков мяса внизу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь кусков мяса. А сколько кусков мяса должно быть в правой части? Посмотрите, пасть крокодила открыта в ту сторону, где больше. Значит, у нас в правой части должно быть меньше кусков. Здесь у нас получилось 7 кусков. А меньше, чем 7, это числа. Какие? Правильно. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Напишем любое из этих чисел. Например, это может быть число 5. Теперь выполним задание по рабочей тетради. Номер 1 на страничке 26. Крокодил разевает пасть в ту сторону, где больше предметов. Соедини каждый вопросительный знак с подходящим изображением пасти крокодила. Давайте посчитаем, сколько у нас квадратиков в левой части. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. А сколько в правой части? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давайте сравним. Пять и семь. Пять меньше, чем семь. Семь больше, чем пять. Так как у нас в начале стоит число 5, значит у нас какой знак должен стоять? Меньше. Следующее задание. Посчитаем, сколько у нас треугольников в левой части. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А сколько в правой части? Раз, два, три, четыре. Шесть больше, чем четыре. Запишем знак больше. Теперь посчитаем кружочки. В левой части раз, два, три, три кружочка. В правой части раз, два, три. Тоже три кружочка. Три равно трем. Запишем знак равно. Теперь выполним задание номер три на страничке 26. Посчитай зайчиков, пенечки и морковки. Впиши в пустые клетки соответствующие числа и сравни их. Давайте посчитаем, сколько у нас зайчиков. Раз, два, три, четыре, пять. Пять зайчиков. Под зайчиком запишем цифру 5. Сколько у нас пенечков? Раз, два, три, четыре, пять. Тоже пять. Запишем под пенечком цифру 5. А теперь давайте сравним. Пять равно пяти. Запишем знак равно. Сколько у нас морковок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть морковок. Запишем под морковкой цифру 6. Сколько у нас пенечков? Мы уже посчитали. Их 5. Запишем цифру 5. Теперь давайте сравним. Шесть больше, чем 5. Запишем знак больше. Сколько у нас зайчиков? Мы уже их посчитали. Их 5. Сколько у нас морковок? Шесть. Запишем. А теперь сравним. Пять меньше, чем 6. Запишем знак меньше. Теперь в конце урока вспомним наши ключевые слова. Мы сегодня прошли знаки сравнения. Больше, меньше и равно. Но на этом наш урок подошел к концу. Запишите знаки больше, меньше и равно в рабочей тетради и выполните задание на страничке 27. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова